Воспитательные меры 5 балхажцев с начала года лишили родительских прав. Это люди, которые уже состоят на учете в городе Балхаш. Прикрыли проблему. Коммунальщики поставили больше 150 новых люков на колодце. Одну крышку мы меняем за полдня за день. Груз с плеч или как выбрать правильный школьный рюкзак. 5 балхажцев лишили родительских прав. 8 детей направили в детский дом и на воспитание родственникам. Это цифры за 7 месяцев 2018 года. Все нерадивые мамы и папы состояли на учете в ОВД. Некоторые наблюдались в психоневрологическом диспансере. Они не раз получали предупреждение от полицейских за неисполнение родительских обязанностей и злоупотребление спиртным. Их привлекали к административной ответственности. В итоге в этом году суд лишил 5 балхажцев родительских прав. Двоих детей направили в детский дом, остальных забрали родственники. В прошлом году без прав на 12 детей остались 7 человек. Три ребенка отдали на воспитание в патронатные семьи, 9 родным. Это люди, которые уже состоят на учете в ОВД города Балхаж или в наркологическом психоневрологическом диспансере. И нежелание заниматься воспитанием детей, употреблением спиртных наркотических веществ. За 18-17 годы у нас дети были даже от 3 до 15 лет. Балхажцы собрали деньги на лечение Алиды Дидаркзе. У 8-летней девочки ДЦП ей требуется лечение в Израиле. На поездку необходимо 16 тысяч долларов. Помочь собрать сумму взялись волонтеры. По городу установили 4 урны, провели благотворительные мастер-классы. Сегодня один ящик для пожертвований вскрыли. Вместе с выручкой с акцией добровольцам удалось собрать почти 60 тысяч деньги. Сбор средств продолжается. На следующей неделе вскроют оставшиеся урны. А в выходные в трех торговых точках пройдет благотворительная распродажа. Вырученные деньги передадут семье Алиды. На следующей неделе приезжает папа Алиды, Дидар. Тогда при нем будем вскрывать и тогда вручим деньги. Еще у нас в субботу и воскресенье пройдут распродажи. Поедет, как только соберет средства. Получается, им требовалось 16 тысяч долларов, но собралось уже 6 тысяч. Один миллиард тенге выделили на реконструкцию канализационных сетей в Булхаше. Работы по масштабному ремонту начали в прошлом году. Сейчас идет второй этап. В 2017-м провели взрывные работы на улице Спицыно. Проложили траншею, установили 4 стеклопластиковых колодца и проложили 280 метров труб на глубину 8 метров. В этом году добавили еще 1400 метров труб. Всего заменят больше 3000 метров. Главная наружная сеть канализации. Сейчас работы ведутся в районе медицинского колледжа на участке длиной в 300 метров. Оставшуюся часть планируют закончить до 1 октября. Были уложены все трубы у нас канализации в 70-х годах. И коллектор был построен в 70-м году. С того времени у нас реконструкции работы не проводились. В прошлом году было выделено бюджетные средства. Республиканский бюджет. В порядке 1 миллиард были определенные проблемы по скале. Были взрывные работы. Также в планах перенести сборный городской коллектор с набережной в 10-й микрорайон. Сейчас разрабатывают проект. Старый коллектор появился на своем месте почти 40 лет назад. Из-за расположения вблизи воды случаются проблемы. Кроме того, новый район расширяется и требует подключения канализационной сети. На 10-м микрорайоне планируется установить новый коллектор, станцию насосную. Но, однако, проект уже прошел 3 года. То есть, сейчас мы проводим работу по корректировке данного проекта. Если данный проект будет реализован, у нас будет новый коллектор на 10-м микрорайоне. 150 новых колодезных люков установили в Булхаше с начала года. Полимерно-песчаные крышки пришли на смену железным, сломанным и украденным. Бригада коммунальщиков сегодня меняет канализационный люк во дворе 9-го дома на улице Агабабатыра. Колодезная крышка пришла в негодность после того, как по ней проехала тяжелая техника. Рабочие устанавливают на месте плиту, которые укрепят цементным раствором. После установят новую полимерно-песчаную крышку. Одну крышку мы меняем за полдня, за день. Все зависит от сложности работ и от того, какая техника нужна. Во дворах мы устанавливаем легкие люки. На автомобильных дорогах тяжелые, чтобы они не ломались под тяжестью машин. На 2018 год специалисты Балхашсу приобрели для города 300 полимерно-песчаных крышек. По мере необходимости их будут докупать. Сейчас коммунальщики проводят ежедневный обход и ставят канализационные люки, где они отсутствуют. Сообщить о местах, где нет крышек или они сломаны, можно в коммунальную службу. Жители, если увидят открытые люки, они могут обращаться по телефону 51045. Это диспетчерская служба ККП Балхашсу. И потом уже бригада выйдет, посмотрит, если люки наши, тогда мы приним меры. По городу Балхаш установлено люков 13 450, которые на балансе Балхашсу состоят. В Балхашем больше сотни детей до года находятся на искусственном вскармливании. Почему мамы переходят на смеси? В чем преимущество грудного вскармливания? Медики сегодня рассказывали жительницам города. В консультативно-диагностическом центре прошел день открытых дверей. Встречу медиков с настоящими и будущими мамами посвятили Всемирной неделе грудного вскармливания. Первая причина, почему мамы выбирают искусственное, это неумение кормить младенца. Сегодня специалисты показали, как это делается на практике. При правильном положении и прикладывании мама не испытывает боли в груди. Рассказали и про рацион молодой мамы. Кормящей необходимы дополнительные 500 калорий для выработки молока и питания ребенка. Поэтому ее еда должна быть сбалансированная, богатая белками, жирами, углеводами и микроэлементами. В период кормления стоит избегать газообразующих продуктов. Грудное молоко – это полноценное питание. Во-первых, оно начинается сразу после рождения ребенка. Это защита от инфекции. Это с экономической точки зрения дешевле, потому что теплое молоко. Остановление нормальной иммунной системы ребенка. Это контакт, эмоциональный контакт и развитие. В общем, в прямом случае, много. До начала учебного года осталось около трех недель. Родители и ученики вовсю готовятся к первому сентября. Самая сложная и ответственная покупка – школьный ранец. Как выбрать правильный для первоклассника и учеников постарше, чтобы книги умещались и осанка не портилась, расскажет наш корреспондент Виктория Буханцева. Первый раз в первый класс специалисты рекомендуют идти с ортопедическим рюкзаком. Спинка такого повторяет естественный изгиб позвоночника и помогает формировать правильную осанку. Она должна быть жесткой и иметь мягкую подкладку. Хорошо, если в нижней части есть поясничный упор – небольшой валик, на который приходится основная нагрузка. Ранец должен плотно прилегать к спине и плечам ребенка. При этом верхний край не должен превышать линию плеч, а нижний находиться на уровне поясницы. Лямки должны быть мягкими и гибкими. Весит хороший ранец от 800 до 1200 граммов. Оптимальная ширина лямок – 4-5 сантиметров. На них и по периметру рюкзака должны быть светоотражающие элементы. Так ребенок будет заметен на дорогах. От портфелей, которые носятся в руке, и рюкзаков на одно плечо, ученикам начальной школы лучше отказаться. Это может привести к сколиозу и другим проблемам с позвоночником. В средних классах уже можно отказаться от жесткой спинки. Главное, чтобы были мягкие накладки. Тетради учебника становится больше, поэтому и пространства в рюкзаке должно быть больше. Не помешают и дополнительные отделения. Бескаркасные рюкзаки рекомендуют приобретать детям с 11-16 лет. Они должны быть сделаны из материалов, которые можно чистить и стирать. Для удобной уборки – рюкзаки-трансформеры. Старшеклассники выбирают уже более простые варианты. Рюкзак должен быть легким, с укрепленным дном и широкими лямками. Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Оркен Медиа. На сегодня это все новости. До встречи в эфире Оркен Медиа завтра в 20.15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова